Великая Отечественная война изменила не только нашу страну, но и весь мир. Благодаря подвигу наших предков мы живем в мире и свободе, сохранили свою независимость, свою культуру и язык. Этот праздник – символ величайшего мужества и непоколебимой воли нашего народа. Для отхождения торжественного марша во знаменовании 70-го годовщины победы советского народа Великой Отечественной войны построен. Командующий торжественным маршем в балконе тряпичников. Каждый год 9 мая наш город, как и вся страна, с гордостью, со щемящей болью в душе и слезами на глазах встречает великую победу и вспоминает, какой ценой она нам досталась. Наш Саровский завод вошел в наркомат боеприпасов и начал выпуск корпусов для артиллерийских снарядов, а с 1943 года еще и корпусов для снарядов М-8 и М-13 – реактивных минометов «Катюша». Во время войны заводчане работали в две смены по 12 часов. Ушедших на войну мужчин заменили женщины и дети. За годы войны призвали 950 саровчан, из них более 30 женщин. Потери составили 527 человек. Подвиг наших предков навсегда останется примером мужества и патриотизма. И сегодня наши ребята на специальной военной операции показывают, что они достойны памяти своего поколения победителей, своих дедов и прадедов. Мы ждем их домой с победой. Россия, Саров помнит и гордится своей историей. С праздником! С Днем Победы! Львиная доля наших земляков воевала в составе 137-й стрелковой Бобруйской ордена Суворова дивизии и 326-й стрелковой Рославльской краснознаменной дивизии. Более 100 саровчан были награждены правительственными наградами во время боевых действий. 54 из них посмертно. Дорогие ветераны, сегодня для России священный день. День славы и скорби. Великий день победы. 79 лет назад вся страна в едином порыве в один миг произнесла это долгожданное слово «победа». Пройдя тяжелейшие испытания, заплатив сумасшедшую, трагическую цену 27 миллионов жизней, страна выстояла, сокрушила фашизм и отстояла свою независимость и целостность. Дорогие товарищи, поздравляю с великим светлым праздником, с Днем Великой Победы! В параде, посвященному 79-й годовщине Великой Отечественной войны, прошли военнослужащие 94-й орденов Жукова Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации, сотрудники специального управления Федеральной противопожарной службы номер 4 МЧС России, участники военно-патриотических клубов города, студенты медицинского колледжа и представители Союза детских организаций «Сияющие звезды». Продолжился парад возложением цветов возле вечного огня. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.